Анатолий Михайлович встретил нас на лавке своего дома. Теперь он проводит здесь много времени. И дело не только в карантине. Сейчас у пенсионера банально нет денег, чтобы даже сходить за продуктами. Мужчина не скрывает. Пришлось тратить отложенные на похороны. Но и этого не хватает. Были деньги, я откладывал, чтобы хоть похоронили. Ну, сожгли. Я не говорю похоронили. Сожгли. Я их истратил. Сейчас я не ел несколько дней. Честно говоря, спасибо мне. Помогли, подкинули пару копеек. Я пошел хоть хлеба купил, масло и плавленый сырок, как говорят. Свою пенсию в 1800 гривен он не может получить из-за долгов ЖКС Увузовский. Эта структура через суд добилась признания пенсионера должником. А исполнительная служба арестовала единственный счет мужчины. Им оказалась та самая пенсионная карта. Пенсионер долги признает, но объясняет, что появились они не от хорошей жизни. Все началось в 2005 году. Заболела жена раком. Надо были деньги. В 11-м она умерла, в 13-м мать, в 15-м отец умер. Потом я поломал ногу, шейку бедра, и я не смог физически платить на свои деньги. Пенсия у меня тогда, на то время, была меньше тысячи рублей. Благо, сейчас пенсионерам опекаются волонтеры. Они же и обратили наше внимание на проблему. После беседы отправляемся в банк. Там о ситуации знают и уже уведомили исполнительную службу о назначении арестованного счета. На основании нормативных актов закона очень быстро направили документы в исполнительную службу, подтвердив, что это пенсионная карта, это действительно единственный источник дохода. И мы надеемся, что в течение трех дней ему разблокируют эту карту. Но при всем при этом наш герой должен явиться к судебному государственному исполнителю и выстроить график погашения долгов. В банке разъясняют, так как мужчина не знал о суде и не присутствовал на заседании, он не мог заранее уведомить о своем единственном источнике дохода – пенсии. Далее запустился автоматический механизм с минимальным участием должностных лиц. Эту же гипотезу подтвердили и в исполнительной службе. Арест абсолютно законный и там готовы его снять при некоторых условиях. Да, действительно, выникают такие случаи. Дуже часто, что накладывается арест на кратковый рахунок, на который получаются и пенсии, и заработные платы, и другие социальные выплаты. Однако государственный руководитель имеет право, за обязанность, это не позднее наступного рабочего дня после получения от физической личности информации, что это действительно рахунок для пенсии. В юстиции пообещали, что как только получат такую информацию, то арест будет снят. А в счет погашения задолженности, сейчас это более 8 тысяч гривен, с его пенсии будут ежемесячно снимать не более 250. Причина такой неприятности – недостаток информации о должнике, резюмируют чиновники. Решить проблему пообещали в ближайшие дни.